На сцене в этой части выступает Владимир Арестов с докладом «Новые симметрии» и литература Теша. Поскольку Владимир сразу же, как я знаю, уезжает, то просьба не разбегаться и будут еще стихи. Правильно, Владимир? Ну, небольшой. А может быть со стихов начать? Нет, думаю, я все-таки начну. Дело в том, что тут я несколько незаконную коммента, потому что я набрался такой, скажем, смелости, если не сказать хуже, что здесь будет анализ собственного стихотворения. Такой вот именно... Ну, оправдывает меня только то, что я все-таки достаточно много занимаюсь анализом текстов других авторов, и поэтому, ну, это небольшая какая-то часть. Так вот получилось, что при рассмотрении каких-то симметричных закономерностей я обратился к своему стихотворению. А второе оправдание заключается в том, что это стихотворение было написано настолько быстро, буквально 8-10 минут, ну, сейчас я его прочту, что никакого предварительного такого анализа развернутого или какой-то работы не было. Поэтому можно к этому отнестись в какой-то степени как к анализу текста другого автора и рассматривать это как жанрами, как сделаны стихи, а отнюдь не как подделать стихи. И, ну, надо сказать, что некоторые стихотворения, ну, это тоже, если угодно, еще одно самооправдание, пишутся годами. А это вот много из таких не так многое, которое было написано очень спонтанно, поэтому этот текст, он мне был во многом незнаком как, собственно, такая вот структура. И вот этой структуре, и главным образом вот каким-то числовым, если можно сказать, закономерностям, и посвящено. Поэтому это рассмотрение. Поэтому и называется «Между триадой и тетрадой». Я прочту этот текст. Треугольный пакет молока, Если угол обрежешь, То белая хлынет тоска, Как письмо непрочитанное Пропадает в ночи, Тихо молчит. На росе разведенный Рассвет, помутившись, растет, За углом, где работа постылая, ждет. Я его позабыла, Значит, в памяти он Никогда не умрет. На окне на ночном Цветных пирамид молока Громоздятся мучные бока, Молокастую кузыбку Чувствуя нить. Эту память уже не прервать, не промить. Но здесь вот уже видно, что Лео поместил эти строфы Как бы по углам некого треугольника. И вот такая постепенно устраивающаяся тема Оказала, состояла в том, чтобы увидеть Вот преобразование во многом геометрическое, Которое приводит к тому, что Образуется такое вот замыкание В виде треугольников. То есть образуется некоторый цикл. Ну, если стихотворение действительно Подтверждает себя звучанием И образами, то оно В каком-то смысле замыкается. Оно должно самоподдерживаться в звучании. И вот образ его в этой цикличности Это такой треугольник. Но при этом выстраиваются, конечно, Все время новые смыслы. И в частности, вот неизримая Тетрада, о которой я буду говорить, Она здесь присутствует. Ну, замечу еще, так сказать, Как в качестве сноски, что Ну, фестиваль посвящен Геннадию Айгин. И вот это как раз стихотворение Определенным образом нас познакомило, Можно сказать. Ну, мы почти не были знакомы. Читали стихи, там еще рядом Автор в 57-й школе Московской, математической, кстати. И вот как раз это стихотворение Геннадию Николаевичу понравилось И отчасти, возможно, своей Маконичностью. Ну, и после этого мы уже как-то В свое время достаточно много Общались. Итак, что здесь, мне кажется, Важного, чего стоит исходить? Ну, если можно следующую. Нет, давайте пропустим еще. Я не буду тут текста. Вот. Я просто кратко остановлюсь на схематизме, Который выстраивается. Мы попытаемся увидеть те, ну, можно сказать, Геометрические и числовые формы, Которые там предстоят. Треугольный пакет молока С этого начинается. Ну, замечу, что вот и три слова В первой строке, и три слова Слой молоко важнейший здесь. Но здесь речь идет о всем известном В свое время так называемом Треугольном пакете молока. На самом деле это тетрайда. Это пирамида. Которую в просторечии называют Треугольный пакет. Это такое упрощение, конечно. Но, вообще говоря, за этим и уже Начинает проступать, может быть, Какая-то тетрайда форма. Но она ничего не значит, Если это действительно К этому не будет Какого-то в дальнейшем стремления. Следующая здесь позиция. Это, если угол обрезать, Что белых вынет таскарной. Обрезание уголка самого треугольника. Это тоже маленький треугольник. Он показан. Внизу отделяется трапеция. По сути дела уже намечается четырехугольник. Но важно, что этот порез из него истекает в некой Пророкос непрерывной среды, континуума. В данном случае молоко. Дальше, если мы посмотрим, как письмо непрочитанное пропадает в ночи. Казалось бы, ну какой здесь геометрит? На самом деле у нас в памяти, безусловно, присутствует вот это непрочитанные, исчезнушие треугольники военных писем. И хотя само письмо безусловно сохраняет четырехугольную форму, Это оно в каком-то смысле состоит надрезом из треугольных частей. Дальше. На рассе разведенный, рассеет помутившийся раздет, растет за углом, где работа постыла ждет. Вот этот угол, это тоже некий треугольник, но дальше здесь вот что такое работа постыла, ну как молоко остыло, и рассеет помутившись, растет. Это мы, ну здесь была даже сознание, реминесценция, мы пьем помутившийся воздух мобельштамовское. То есть это еще раз обозначен угол, кстати, трижды встречается слово угол, но треугольный пакет молоко, если угол облеваешь, и за углом. То есть это трижды отмеченный вот этот угол, тоже такой треугольник. И здесь намечается следующее взаимодействие вот отчерчивости, дискретности, если угодно, и вот некоторого такого континуального образа. Ну и наконец последнее. На окне наночного цветных пирамид молока громоздятся мучные бока. Здесь вот появляется образ уже пирамиды, но причем здесь есть некая множественность, которая определенным образом подготовлена вот этому истечению. То есть это множество вот этих пирамид. Но я замечу, что образ окна – это тоже есть указание на тетраду, на вот эту четырехугольность. Что же получается в конце, здесь следует вывод, эту память уже не прервать, не продлить определенным, ну как предполагать, естественно, это подсознательно было. Это некоторое замыкание непрерывной структуры, и определенным в смысле нельзя и продлить, но, как предполагается, здесь возможно, конечно, нарастание смысла. Конечно, здесь есть апелляция, я говорю еще раз, неявная, имплицитная, к каким-то известным культурным смыслам числовым. И, ну, самые, так сказать, известные пифагорейские некоторые аллюзии, как известно, что тетрада для них это было совершенное число, они клялись тетрадой. И, вообще говоря, вот это вырастание из стриады, которая погружена в монаду и дает тетраду. То есть, в определенном смысле, я не хочу сказать, что здесь это как-то, чуть ли мы сдвинемся в сторону слишком резкого указания, мы можем прийти к такому абсургу. Тем не менее, мне представляется, что здесь все-таки за этим присутствует вот это начало. Ну, пропуская, конечно, тут много каких-то ассоциаций, я должен сказать, что есть ведь и известный поиск гектары. То есть, и известно, что символизм семерки, в котором есть сумма тройки и четверки, и тройка это небесное начало, а четверка это земное начало. Ну, так же, как двенадцать это умножение их. Три умножить на четыре, семь это три плюс четыре. И известно, что она представляет собой законченный циклический процесс или явление, при котором троичная сущность всегда влекается в четверичную материальную форму. То есть, здесь, на самом деле, это в определенном смысле тоже представлено. Конечно, здесь есть такие лирические отсылки, которые в каком-то смысле возникают при анализе вот этих форм. Ну, мне не хотелось бы на них подробно останавливаться, потому что времени мало. Ну, единственное, что я скажу, что здесь речь ведется в этом стихотворении «Огнется женщины». Ну, о чем мы говорим во второй страфе, в прошедшее время. Тем не менее, здесь и изображение авторское – это мужское начало. То есть, здесь происходит такое мерцание на грани мужское, женское, андрогинное. Тоже вот такая троичность. И вот это, ну, некоторые такие интимные, эротические образы, они присутствуют. То есть, что такое пакет с отрезанным углом и, когда говорится о том, что я его забыл, значит, в памяти он никогда не умрет. Автор не знает, о чем говорит персонаж, на самом деле, о нерожденном сыне или утраченном мужу. Но уже, тем не менее, оказывается, что геометризм, вот этот, тетраэдический, вот этого простого пакета молока, вдруг оказывается образом, ну, не коронившей женской груди. То есть, вот это отрезанный угол истечения млека. Это некий млечный, буквально, путь познающий. Здесь есть, конечно, я говорю, это постфакту, безусловно, обнаруженное. Реминесценция из слова «факу», «Таскара, жильяся по русской земле», «Печать жерна, снической земли русской». Ну, же она, значит, обильная. В таком контексте слово, ну, встречается, например, Магрештан в памяти Андрея Делова. Меня преследовали три случайных фразы. «Везде я держу, печаль моя на жерна». Ну, и, следовательно, неоднократно отмечаю, что это не только отсылка у него к слову «полку», но и, безусловно, печаль моя Светлана Пушкинского. То есть здесь при этом возникают какие-то открытые каналы для того, чтобы понять некоторый лиризм. То есть форма позволяет определение, и более жесткое определение формы позволяет увидеть некоторые смыслы. Ну, и известно, мы скажем некоторых, тут даже не один автор, что напряжение между языковой формой и смысловым контекстом заключено в творческое начало рождения в новых смыслах. Я, ну, может быть, можно пролистать до конца? А последняя картинка? Здесь есть некоторые чисто геометрические такие образы. Я не хотел бы сейчас на них подробно останавливаться. Единственное сказать, что тут обнаруживается соответствие звуковых каких-то повторов и, собственно, визуальных образов вот этого формы истечения, вот этой пульсации в конце вот этой струйки, о которой говорится. На самом деле тут есть важнейшие доминантные такие цепочки, связанные с одной стороны вот с одним континолемом, мо, но, ло. Ну, я не буду их приводить просто для краткости. С другой стороны есть вот момент разрезания. Отрезание вот это тре. Три, потому что Т отделяется от Ре, и Ре там встречается, Ре-Ра-Ро-Ро-Ро, огромное количество. То есть в конце появляются такие как бы цепочки, струйки этих соединяющихся начало. Я, к сожалению, у меня достаточно большой такой доклад, но я не могу его уложить даже в 15-17 минут, поэтому я на этом прервусь. Ну, сказать, что понятно, что такая автокоммуникация, автопоэзис, он, безусловно, ограничен, поскольку здесь можно самообманываться, действительно ли это, ну, ты видишь то, что видишь. Но все-таки мне хотелось отойти на некоторую дистанцию и, может быть, действительно что-то вспоминаю, реально, чтобы высказать вот некоторые суждения о симметрии формы. Известно, что преобразование, вообще говоря, оно уже традиционно связывается с некоторой геометрией. Ну, Феликс клеил такое понятие. Здесь тоже в процессе развития стихотворения происходит некоторое преобразование, которое возвращает нас, вроде бы, инвариантно вот к этой треугольной форме. Но форма, она уже иная. Здесь есть некоторое превращение смысла. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, учетничные. Мавиччанский квадрат, это, я бы сказал, что это было. Это что? Новая икона наша, читали ее. Ну, я говорю о конкретном стихотворении. Мавиччанский квадрат, это, мы говорим, вообще мало обослушать абсолютно, надо говорить, так, что было. Треугольник, который, не знаю, слабый аналог, были круг, круг, квадрат, ну, так, просто... Нет, безусловно, но речь здесь идет не об абстрактном каких-то вещах, и не о кубизме и так далее. Речь идет о конкретном стихотворении, где просто... Это народная традиция, как всегда был круг, квадрат, но не треугольник. Треугольник, это треугольник, это треугольник. Я говорю, что традиционно, я не все, так сказать, отсылки, есть огромная традиция, например, иконография Софии. Там что изображается? Треугольник на квадрате. Это семеричный крест. Это важнейшая традиция. Треугольник плюс квадрат. То есть треугольник, это, ну, простейшая геометрическая форма, которая, ну, традиционно присутствует в огромных культурных слоях, в том числе и в нашей. Вашей системе квадратовый существует, если квадратовый? Он вырастает, вот это тетрадо, вырастает тетрадо путем развития стихотворения. Вот о чем я говорю. Еще одна из самых важных вопросов. Анатолий заметил, что, кроме всего прочего, в царе написано трехсложным размером, трехсложником. Более того, первая строчка трехстопный анальтисток, а потом появляется трех- и четырехстопный анальтисток. И говоря уже о том, что это третий из трехсложников, в обычной таблице с анальтисток, ажибрахий, анальтисток, сознательное или сознательное это произошло? Это вот то, что вы видите, это бессознательное. Это я как раз вот не дошли, единственное, что я хотел сказать, но не сказал все мало времени, что на самом деле это квазисознательная форма. Здесь, правда, 15 строка, а не 4, но она тоже трехстопный анальтисток, ведь сандартная форма это тезо-антитезо-синтез. Причем там присутствуют, ну, как КТР-4 и ТТР-4. Да, то есть это вот пример культуры, где вот трехстопный анальтисток присутствует и взаимодействует сложным образом. Вот я говорю, что если говорить о, собственно, о стеноконной форме, это и есть здесь. На самом деле, я вот говорю, в последней, я не анализировал, не стал рассказывать, что там треугольные чистки по Пифагору появляется и так далее. Это культурная традиция, которая, но в том числе и в розыск культуре тоже присутствует. Анализ собственного стихотворения, я говорю, я просто, ну, не дошли до этого руки, хотя я начал, что-то в этом смысле. Смотреть, спасибо за вопросы. Все остальные вопросы в кулуарах, потому что мы сильно уже выклазли за границу первого времени. Мы не должны забывать, что до семи нам в одно время только и все, и нас отсюда попроще. А мы хотим все-таки представить в второй части довольно интересную программу, и мне хотелось, чтобы автор имели время на нее. Поэтому я вас прошу, если у вас есть вопросы, задать их кулуарах. А сейчас давайте немножко послушаем Володю. Да, пять минут, если можно. Понимаете, вот отношение к формальным, литературе формального ограничения у меня, ну, не то, что бывает, возможно, у всех кому-то там не односносятся. Дело в том, что я занимаюсь точными науками, вообще говоря, математикой, физикой, я доктор физико-математической наук. Ну, то есть для меня это на самом деле важнейшая, интереснейшая область. Но, как автор, для меня это возможно в глубине. Поэтому те стихи, которые я пишу, они, ну, тот пример, который я анализировал, это там, как мне кажется, они скрыты, но требуют такого изучения постфактум скорее, чем антофактум, чем задание какого-то. Я прочту несколько стихотворений, довольно коротких, может быть, ну, последний времени там, которые, тем не менее, как мне кажется, содержат определенные такие вещи. Ну, одно стихотворение как раз про события в наше время и поездки на фестиваль. Наловился поехать в Чебоксары на фестиваль поэзии, чтобы удалиться от Европы на расстояние пристального взгляда, чтобы Урал увидеть ближе и сквозь него, глазам не веря, Желтое знамя Китая, что нас сейчас волнует, словно небо, когда, как море, тишина вокруг. Над головой крымцев пролетел болид по более телячьей головы, светилось в нем, и видно было опытное поле, делянок не было, Лишь винограды в белой шляпе, с немыслимыми и ласковыми глазами, звал сюда отвергать неземного вкуса вина. Видение На Красной площади он, завернувшись в флаг, был охвачен трехцветным огнем, но был словно незрим. Лишь несколько проницательных лиц поднесли от гума услуживо урны, чтобы собрать его пепел, но он не сгорал, и все разошлись, забыв. Заклинательное. Но не готовы к воду войск вы, в дальнее темное небо с овчинку, полное нежной, невидимой кровью. И я хотел прочесть одно стихотворение, которое представляет собой как раз не эту структуру, такого разряжения, где, в принципе, возможно такое блуждание, вообще говоря, Ну, я читаю, конечно, единственным образом. Лица в метро. Ну, может быть, еще одно последнее прочту. Плавающий слева или справа, с плавающих листьев, наладсканных, металлических, слабый глаз, объемы их, объемы их, листва живая. Не говорили их глаза, но поросень, карты, жили, глядел и уходил, и уходил в свою сторону света, света, пролетающего за черным окном. Ну, и последнее стихотворение, оно тоже в таком духе написано, я просто покажу его структуру, где, на самом деле, пробелы определяют тоже некоторые такие формальные значки. Одна балканская страна, смутно, непрекаяно родная, шла неравномерно шагом, и не вся была видна из этого окна длитного, как корабль, требежащего трамвая. Ты был, ты не был здесь на каждом, и медленно, раздельно, под углом, машина обтекаемая, внизу спотыкаясь и ковыляя. И этот город, и медленный вагон, и люди, невдалеке заглядывая, шли в тебя, то обгоняя, то отставая. Да исторический плотан раскинулся над нашей встречей, или это был лопух, или табар-балкан, сошедший лист от моря нашей речи. Она плыла, была, ты ради этого вечера сюда достигнул, долетел, добрался. А где-то там, на Цареградское шоссе, выходит стройный куст треленок. Так тело вечера теплое, бесшумно шло, вперед или назад толкало, и, повторяемо, солнце сентября из поперечных улиц ослепляло. Не полночь за полночь прошла, но солнце элипсисом было, своим зиянием, нас подхватило по пути и похвалило. Все это было или нет, и, может быть, что так трижды было в будущем. Вечер и земля простая, трамвай бесконечный, и людей огни, и взор, заглядывая, шли в окне, то обгоняя, то отстаняя. Спасибо.